Восвятая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працуе Марина Джалая. Глядите у гэтым выпуску. Лета, граница, чарга. Ситуация у пункции пропуску Новая Гута поцекавился Олег Сентюров. Водные фееры в областном центре отзначили День Нептуна. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. С надыходом лета на пограничных переходах повеличиваются черги с автомашин. При гэтым не каторым пасажирам приходится чекать своего часу по некальки годин. Разом с тым на разных пунктах пропуску ситуация не от нольковая. Станом справ у пункте пропуску Новая Гута поцекавился Олег Сентюров. На дворы хоть и не спякотные, але это все штыки лето. А тому колькость автомашин на пунктах пропуска поэлечивается. Конкретно в гэтый чарзи, каля 15 автомобилев, але вось там за территорией пункта пропуска их яще некальки десятков. Сгодно с нормативами на проверку и пропуск одного ликового автомобиля отводится 10 хвилин. Але на практицах этот час случайно вдвоя меньше. С уликом высокого пасажира потока керавництво гуманской пограничной группы промая усима к чимой меры по изнижению часу, необходимого для пересечения державной мяжи. От заденьячения усих полос оформления до повеличения колькости супрацовников пограничной службы у пункте пропуску. Разом с тым скорозить черги могут и сами водители. Только на участку гуманской пограничной группы працуют три пункты пропуску. Але люди, звычайно, выбирают самый великий, но в июгутом. Навод жихары инжих областей, у яких выбор у вогули значны. Я не такой опытный водитель, если честно. Раньше всегда ездили с женой через этот переход по старой привычке. Остальные даже не знают толком, где находятся, а искать как-то, если честно, линии. Не особо верю, что разница сильно велика. Не знал, что можно, не интересовался. Первый раз поехал на отдых, вот и попал в такую вот пробку. Не знал, что можно куда-то в другое место ехать. Не интересовался. Информация о чергах у пунктах пропуску размещена на сайте Державного пограничного комитета. Причем она обновляется каждые две годины. Але далеко не все корастаются такой махчемостью, як выник некаких годин, потраченных у Чаржи без усякой користи. Я ще б уж складанная ситуация с автобусами. Навод, коли час на пропуск одной машины, гуманской пограничники скоротели с 40 нормативных до 15 хвилин, при Чаржи у 30 автобусов чекать приходится довольно шмат. Тут так само есть свои нюансы. Большость рейсовых автобусов, які накеровываются с разных областей по затвержденных маршрутах, у Новый Гуту пребывают, чомусь практически одночасово после 16-ти годин. Сто-то часа заказного транспорта, то их водители могут выбирать любой пункт пропуску, але, звычайно, едут по звыклом маршруте. Здесь почему? Потому что у нас есть еще на пропуске на границе, где только переход граждане Беларуси. Если есть с российскими паспортами, то не пропускают. Это как центральная таможня, здесь, если паспорта есть российские, нации здесь проходят. Если на Александровке, там российские паспорта не проходят, только на центральную таможню. Ну и, в принципе, вот сейчас некоторые автобусы поехали туда, кто с беларускими паспортами. Там отжить меньше. В выходные дни про пункт пропуска Новая Гута за сутки проезжает до 3000 транспортных сродков, при том, что инфраструктура пункта различена только на 1700 машин. В ту же пятницу годинный пик начинается после 15-30, а тому пограничники раучь пересекать державную межу ранней, что дозволит значительно сэкономить час. И еще одна парада, то, что необходимо надавать больше уваги своим документам. При измене прозвища, например, паспорт годный только 30 суток, выдадены детям 5 годов, иначе придется не только надолго затриматься на межи, а и развитаться с марами об отпочинку. Истечение срока действия документа. Люди по своей невнимательности к документу не обращаются, затем захотели выехать за границу, опять же, внимание не обратили, приехали. Тут выясняется, что документ срок его действия уже истек. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Гомельской области намолочена первая тысяча тонн зерни новых уроджаю. Господарки региона распачали выборочную уборку зерневых и зернебобовых. Комбайны вышли у поля у восьми районах. Массовые работы стартуют до конца наступного тыдня. Об тем, как минимизовать страты зерня, напереда дни шла говорка подчас семинару. Он проходил на территории сельгазпредприемства «Урыцкая» Гомельского района. Специалистам, которые курируют сельскую господарку из всех регионов области, наглядно показали, как лучше настроить агрегаты комбайна, как страты зерня были минимальными. У ближайшие дни они проинструктуют своих подначаленных на местах. По коль же полным ходом идёт уборка зима гарабсу. Обмолочена 30% площадь. Уроджайность на 20% высшая зимину лагодню. Даже в этом году початок уборочной из-за надвора пришлось откласти прикладно на два тыдни. Але, по словам специалистов, дякуючи в тим лику необязанной канцеляры, уроджай должен быть высшим за мину лагодни. В текущем году была проведена огромная работа по формированию уроджая. Выполнены все необходимые технологические требования. И мы ожидаем получить вал зерна в текущем году значительно больше уровня прошлого года. Надзвычайная ситуация природного характеру. У двух лесгаза Гомельской в области, Лельшицким и Милашевицким, под погрозой знищения больше за полторы тысячи гектаров лесу. Виной усяму нашесть вершинного жука и жука караеда. Шкодник не покидая древом неводного шанса на выживание, испыняться не сбирается. На боротьбу с караедом мобилизованы амаль 300 человек и полсотни одинок техники. Подробязности далее в сюжете. Оно отработано, всего ничего не будет. Буровая мука и оттулены у стволей первые предметы присутности жука караеда. Хоть древо выглядит целиком здоровым, специалистам видовочно внутри шкодники. У этой сосне до прикладу опынулось одразу некольки семья. Площа заражения больше за полторы тысячи гектаров. Зараз все силы лесгаза в Лельшицком районе накированы на боротьбу со шкодником. На допомогу коллегам прибыли супрацовники Гродзенского лесогосподарчика объединения. Здесь у нас работает островецкий лесход. Взяли на корню лесосеку и пилят харвестером. После харвестера будем сжигать порубочные остатки. Площа 2,7 гектара. Есть участки от 10 соток и до 3 гектар. Зараз тут активно размножаются одразу два вида жуков шкодников – вершинный и караед. Перший – знищая крону и верхние две трети ствола. Другий – селкуется корой. И, увы, никуда не все древо. По словам специалистов, такого массового нашестя шкодников в этих лесах не было изминулого стакодзя. Четыре года без дождей в данном регионе. Понижение уровня, ученые доказали, на метр шестьдесят сантиметров уровня воды. То есть деревья уже не могут бороться. Данные насекомые у нас были всегда, но они были в незначительных количествах. То есть деревья боролись, было необходимое давление живицы, смолы. Мы принимаем все меры, которые надо сделать. И до 1 августа данная задача должна быть выполнена. Огнем и сякеры, покуль – один и метод выротования леса. Химикаты недопомогут. Жуки с потерпелых древоупероходятся на здоровые. Спаливают древнину под строгим контролем. На кожному участку дежурить пожарная машина. То, что удается выротовать, будут реализовывать у якости дроу. А кроме того, специалисты лесгасов готовы за мест кожной загинушей хвой высадить новое. У годовальнику свою годину чекают сотни саджинцев. Ганна Ковалева, Волиха Холодович. Телерадо-компания «Гомель» при патрымце агентства «Телиновин». Лельчицкий район. У Гомеля отбылось ознагороджение супрационников управления Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. Офицеры отримали погоны с нагодой присвоения черговых специальных воинских званий и медалей. Вероника Ворошилина, Володая, под обязанностями. Урочистый церемониал разгорнулся в колонной зале Палацу Румянцевых и Паскевича, что совсем не выпадковая гэтая величная установа у разные часы бачила немало близкучих военно-начальников. Урочистые построения особистого состава супрационников управления, присутность керующих особ, правоохранных структур и представников выконавчей улады. У соправдых святочной обстановки офицеры отримали погоны с нагодой присвоения черговых специальных воинских званий, старших лейтенантов и капитанов майору и подполковников юстиции. Так само с упрацовником ведомства урушены гоноровые державные узнагороды, медали за бездакорную службу. Я дослужился до старших офицеров. Сегодня мне присвоено очередное специальное звание майор юстиции. Получать очередное специальное звание всегда приятно для любого офицера. Вдвойне приятно получить такое звание из рук заместителя председателя в такой торжественной обстановке. Накладывать какую-то определенную ответственность по достойному выполнению своего служебного долга. Нужно ко всему подходить полностью со всей ответственности, то есть вкладывать полностью себя в работу, чтобы получить желаемый результат. Управление Державного комитета судовых экспертиз было створено всего 4 года тому. За этот час ведомство доказало свою эффективность. Без его заключения не обыходится ни одна криминальная справа. При этом наше региональное управление все лета улику передовиков. По выниках первого по угоду Янус является лидером по колькости выконанных экспертиз. Коля 23 тысяч. Усеяны проведены максимально худко, а у отведены законодавством 30-ти дионный термин. На узброение ведомства яксучастная, так и проверенная в опытом обсталевания. Янус дозволяя оперативно, аголовное якосно провести усю необходную працу, собрать каштонные доказы. Проведение количества экспертиз увеличивается, качество их, приобретается новое оборудование. И я как человек с большим опытом, скажем так, борьбы с преступностью по укреплению правопорядка, также могу сказать, что перспектива дальнейшая, все больше и больше значимость в борьбе с преступностью и укреплению правопорядка будет отводиться экспертной работе. И я думаю, что, ну это мечты, конечно, наступит когда-то время, когда по только заключению экспертизы сразу материалы будут поступать в суд, и на основании этого будут рассматриваться вопросы о виновности или невиновности лиц. Ну, для этого надо еще, так сказать, дойти технически, но мы идем по этому пути. Особливость работы Управления Державного комитета судовых экспертиз – тесное взаимодействие с органами УЛАДы. Бо стабильность и безпека краины – галовные ориентиры с участности. До того же, зараз активно ожитивляются международные взаимодействия со специалистами Российской Федерации, Литвы, Польши, Хорватии и инших краин. Галовные меты – обмен навыковой информацией и в опытом работы. И, увы, неку – повышение эффективности борьбы со злашинностью. Вероника Вараширина, Максим Славин, Пеллер, Радио Кампания, Гомель. У выставочной зале Гомельского областного центра народной творчести открылась и персональная выстава Светланы Бацановой. На ее представлены работы, выполнены у технице вышивки к рыжам. Сюжеты презентованных полотна – это картины мастаковой эпохи Адраджени и русских живописцев. Тут можно увидеть Мону Лизу Леонардо да Винчи, девушину с жамчужной завушницей Яна Вермеера, ранницу сосновым бары Ивана Шишкина и многие другие сусветные шедевры, вышитые Светланой Бацановой. В Гомельском областном центре народной творчести разместилось около 50 вышитых полотнов. Кожная из них потребовала адаптера уседливости, терпения и натхнения. Нужен душевный парень. Бывает, вот у меня моя любимая картина «Мадонна Литта», ее разрабатывали три месяца, а я ее вышила за две недели. Не верю, что невозможно вышить. Я ее вышила за две недели, это самая тяжелая картина «Мадонна Литта». Просто был порыв, было такое натхнение, как говорится по-белорусски. Допустим, у меня «Московский дворик», я ее вышивала год с половиной где-то. Где-то 3-4 месяца можно вышивать картину так, если уж захочется. У Гомельской областной универсальной библиотецы «Мя Ленина» распачался цикл летних концертов «Безовые вечары». Старт этой музычной акции был даден еще летать. Тогда у стенах культурной установы отбылося 8 программ. Напереды дни областной библиотецы с сольным концертом «И вечная весна» выступила выпускница колледжа мастатства имя Соколовского, солистка державной установы Гомельские городские оркестры Юлия Муха. О ее живом выкананне слухачы пачули вядомые и вельми складаны арес, опер и аперет, якие стали классикой су светнага вокальнага мастатства. Усе лирышные композиции были объединены адзиной темой – прыгожыга и ширыга пачутся каханья. «Я буду вечности дай, 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 дай». Циклы летних концертов «Безовые вечары» у стенах Гомельской областной универсальной библиотеки Мя Ленина будет проходить на протягу липеня и жнивня. Музычные программы ладятся у фойе першага поверха установы кожный четверг у 18 годин. Сегодня у Гомеля пройшел День Нептуна. На Новобелецким пляже мероприемство открыло яскравое театрализованное представление. Казачные персонажи русалки на святы приехали на мотоциклах. Яны забавляли глядаршоу до заявления головного героя Нептуна. У свою чаргу, бог мору и водных потоку разом со своей свитой заявился на катары, растякаючи водную ровнить Ракисош. Для детей и дорослых под шасвята ладилися текавые конкурсы из поборництвы. Аматоры активных отпочинку смогли поспробовать свои силы о армрестлингу, пляжном волейболе, перетягивании лены и народных гульнях. Была организована танцевальная аэробика и показ коллекции оденья от белорусских дизайнеров. Так само все жадающие смогли прокатиться на конях, типоне, зарабить селфи в специальной фотозоне, або на выставе мотоцикла. Межтым святом мела не только забавляльный формат, а и познавальный характер. Процентники МНС с водой червоных окрыжей ознайомили детей с правилами беспечных поводинок на каникулах и рассказывали им про то, как денежать о экстренных ситуациях. Завершился день Нептуна у Гомеля водной феерой. Участвую второй раз уже. Ну, праздник, радость детям, радость населению. Мне кажется, что погода хорошая, потому что не жарко, не дождя нет. Вот уже солнышко хочет к нам вылезти и порадовать нас своими лучами. Поэтому только позитивные эмоции и хорошее настроение. Желаю в этот радостный день счастливый для всех. Всем удачи, добра, успехов, чтобы все мечты сбывались, чтобы все было хорошо у всех и у каждого. Гэты и иншие новинные вы можете узнать на нашем сайте у интернет-те по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. У студии працавала Марина Джала. Усего доброго и до встречи у эфиры.